Как нам стало известно, в последних числах апреля в Кустанае, в одном из домов на улице Касымханово, было совершено особо тяжкое преступление. По этому поводу был направлен запрос в департамент полиции Кустанайской области. Как выяснилось, преступление раскрыли по горячим следам. Сообщение об обнаружении в квартире многоэтажки тела мужчины с признаками насильственной смерти поступило в городское управление полиции. Он житель Кустанайской области, Карабулыцкого района, приехал к нам в город Кустанай для совместного распития спидных напитков. Плюс еще два парня, которые также находились в данной квартире, которые вместе распивали спидные напитки. Как выяснилось, в компании мужчин до этого находились две девушки из Кустанайского района. Одна из них, жительница Табыла, по данным полиции, состояла в близких отношениях с мужчиной, который оказался убитым. Наш потепевший, у него была, так сказать, любовница, вот эта наша свидетельница, которая видела, рядом с ним находилась. А наша подозреваемая является подружкой нашей любовницы, получается, они близки. Тот, получается, ее обидел, и два дня он оскорблял ее. Обо всем произошедшем подозреваемая рассказала на предварительном допросе. Как выяснилось, компания с пяти человек гуляла два дня. Сначала в одной из саун. После чего мы поехали на съемную квартиру, там распивали спиртные напитки. Между мной и ее другом произошел небольшой конфликт с ловесным. Преступление было совершено после того, как мужчина подруги ударил ее. Пока женщины обсуждали произошедшее, друзья мужчины пошли курить на балкон, а он сам ушел спать. Она вышла из комнаты, держалась за щеку. Оказывайте, вот зашли на кухню. Да, зашла на кухню, взяла отсюда нож. Так, возьмите ложку, не нож, а ложку. Вот это будет наша родительская. Вот так он лежал. Я вот так вот кнула ему ножом. Он что, он туда? Нож остался. Единственный удар повредил внутренние органы человека, отчего тот скончался на месте. Друзья мужчины продолжили пить, пока не пришел хозяин жилья, который и обнаружил погибшего. Девушки квартиру покинули гораздо раньше. Они уехали на такси, получается, она поняла, что, видать, убила человека. И на следующий день хотела сама прийти, отрезветь, перевести себя в порядок и прийти. Но не успела, так как была задержана нами, сотрудником полиции. Подозреваемая ранее судима не была. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Сообщается, что у погибшего в Корабылыхском районе остались жена и дети. Виталий Луговской, РТН